Мы приехали в Лунинец. А что тут музыка гремит? Какой-то праздник у ребят. Да, это рынок. Лунинец здесь. Да, поешь. Да. Да, молодцы. А я в детстве так любила на этот рынок приезжать. Какие ты видишь в разных местах? Бабе турбочку надо купить. Надо же не забыть, мне задание надавали, что надо купить. Мама, а ты что смотришь? Мама, клубнику полоть надо купить, перчатки. У нас есть? Надо купить. Надо купить? Да, потому что без перчаток я точно не смогу. Это все пакеты, нить, перчатки. Это все нужные люди. Так, а где тут эти турбочки? Что, отвыкли? Отвыкли с Минском, от таких рынков, да? Ну да, это как в музее туристический маршрут. Да. Зажравшись во своих полициях. Да. А там есть? Что, тут фрукты продаются? Какие тут фрукты продаются? Арбуз по рубль 80, надо арбуз купить. А почему в Минске? 2.39 будет, да? Помидоры 2.60. Слива. Надо Игорь арбуз нам будет, да? Абрикос 6 рублей. Персик 7 рублей. 8 рублей. Виноград. Ну, по карточке на рынке кто тебе примет? То что? Какая картошка? Ого. А сколько эта картошка стоит? Рубль 60. Рубль 60, да? Ох, какая красивенная. Слушай, такая здоровенная, красивенная. Огурцы почем? Рубль 8, рубль 60. Рубль 80, рубль. Помидоры такие косички. Рубль 50, малиновый, 3.50. 3.50, да? Малиновый, красный, 2.50. Ой, так мы дороже покупаем там у нас во дворце. У вас дешевле. Красота. Это гала. Гала, да? Желтенькая. Желтенькая, да? Давайте целый вот этот камень, да? Ой, подойте, пожалуйста. Помидоры выбирайте. Помидоры вот эти. Эти пальчики. Вот эти пальчики. Здесь вещи продаются. Ох, как я в детстве любила приезжать сюда за вещами. А сейчас смотрю, думаю, боже мой, как мы тут одевались. Да. Вещевой рынок. Жена такой меня рассмотрит, такая легенькая. Да, чтобы малюсенькая такая была. А сколько стоят такие панамки? 8-10. На полтора годика. Какая у нас тут будет? Для мальчика. Для мальчика, да. Да, давай, маму, мы его купим. 8-10 рублей. Ну, шуртики тебе. Шуртики где-то самое ежедшее. Какие они, да? Вот такие, смотрите, там сидит. Вот они такие, да. Сколько они? 5 рублей. 5 рублей. Да. Давайте. Пускай будут эти голубенькие, да? Да. Нормальные, он у меня худенькие. Для малюсиков. Для малюсиков. Такие легкие. Розовенькие. Синенькие есть тоже. Такие. Рубашки разные. Ну, это для мамы себе такое смотрит. Какая? Смотри, мне же я покупала. Какая тебе понравилась? Вот эта или эта. Бабе, носки не забудь мне купить. Вот носки. Да, вот носки. Баба, тебе нужно паспи. Бабуся моя попросила ей носки, но ей надо большой размер, она сказала. Мужские. Пошли, может, там посмотрим на... Мужских? Да, да, да. Там их будет много. Вот такой вот он местный рынок. Халаты. Постельное белье. А вот постельное белье. Кстати, мы здесь покупали, и мне оно очень понравилось. Да, да, да. Прошлым летом мы с мамой покупали, и мне очень понравилось. Да, носки же еще нам надо, бабусе нашей. Бабка, сыночка. Еще постельное белье. А мы уже купили. Вот, два. Два комплекта. Один из тыкмании, один на двуспальную кровать. 85 рублей. Бабушка себе ночную рубашку выбирает. Говорит, пусть перебирает за 8 рублей. Коврик нам надо в ванну, тоже надо посмотреть, купить, да? Которая на такой, на прорезине наилучшей основе. Не возится, да? Да, конечно, вот хотелось бы. Но надо что-нибудь такое купить уже другое, новое. Ну, то и выкинь, там... Да, уже... Надо выбросить, потому что то, что оно там лежит. Ну, вот такой как раз же туда подойдет. Ну, по размеру. Подойдет опять? Угу. Да-да-да, подойдет. И дебры будет. Да-да-да. Вот эти два. Вот эти покидаем, это уже... Угу, пусть новые обновить надо. Давай купим. Не надо нам никакие игрушки. Пошли. У нас игрушек тьма. Вот игрушки мы точно, тем более это качество такого сомнительного, Стефанька. Идем. Прищепки у нас есть. Даже не знаем, что... Да-да-да-дон-ку. Вы в сапу тоже? Да, нам сейчас надо в аптеку зайти, бабе торбу купить. Належно. Налево сейчас идем. И там нужно купить торбу. Я вот подумал, вот мне нужны желтые кроссовки. Желтые кроссовки? Выгодные. Очень выгодные цены. Да, тут по ценам. Разов два дешевле, чем в привычных местах, магазинах Минска. Может быть и больше, чем в два раза. Ну понятно, что оно, насколько выгодное, настолько же и качественное. Но все равно. Не знаю. Эти кто узнает, кто там в Минске смотришь. Ладно, пойдем. Нет, у нас уже тоже есть рынки, просто мы на них не ходили никогда и не знаем, какие там цены. Поэтому нам кажется, что... Мы туда не ходили иногда, но... Поэтому нам кажется, что здесь, ну, все так дешево. Потому что мы... Где наша баба делась? Какие рынки у нас стоят, у Междонавича? Я даже не знаю. Значит, все равно дороже будет. Там же все в павильонах уже, там все модно. Вот, аж штаны, которые... О, я в девяностых покупал. Ты в девяностых, а мама в них сейчас работает, в этих штанах, да? Не надо, ну, у тебя их много, штанов. Не надо. Мама, где торба продается? Другая. Она у меня ее просила. Мама... А ты за чем застук? В Минске... Не, я не застой купил тоже здесь, мама. Застой еще пока не дошел. Да. Да, ну, такие же, как я купил, здесь в три раза дешевле, короче. Три раза дешевле. Три раза дешевле, чем ты это купил? Ну, а что ты думаешь? Что там, если дороже, так это уже значит, что прям вот... Не, ну... Качественно-качественно. Велосипеды. А велосипед в деревне дело очень нужное. Баба там нас догоняет? Да, догоняет. Слушай, сама мы к ней. Именные. Именные кошки, но они здесь все с этим... С манией величия, короче. Ага. Его величество Владислав. Да, да, да. Ну, так, конечно, сюда же не привезут все диваны. С андалетой. Какой вот чудесный рынок в Лунисе, если что. Ну что, друзья, мы будем с вами на сегодня прощаться. Поездка дело нелегкое, когда это происходит с детьми. Без детей все было бы гораздо легче и проще, если бы поехали. Но дед бы не справился с ними. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok